Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Михаил Курашин, директор дирекции загородных лагерей и вице-спикер ОЗС 5-го созыва. Михаил, добрый день. Добрый день. Я напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, на сайте эхакирова.ру можно задать вопрос нашим спикерам. Для этого существует раздел «Анонсы». Можно писать туда. Также на сайте есть прямая аудио- и видеотрансляция, где вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Ну что, Михаил, говорить мы сегодня будем преимущественно о предстоящем оздоровительном сезоне, потому что впереди лето, школьники поедут отдыхать в загородные лагеря. Ну, начать я, наверное, хочу с другого. Вот для меня дирекция загородных лагерей, наверное, это такая загадочная структура. Раньше, насколько я понимаю, все лагеря функционировали сами по себе и подчинялись департаменту в правительстве области. Теперь они объединены в дирекцию. Что это дало с точки зрения эффективности? Давайте начнем с того, что, на самом деле, идея дирекции, она родилась, ой, не соврать бы, лет, наверное, может быть, 10, может быть, чуть побольше назад, когда зашла речь о том, что необходим какой-то орган, который бы помогал в разработке и методическом сопровождении программ, чтобы программы были интересные, полезные, чтобы, собственно, родители понимали, кто учит, кто работает с детьми, кто учит детей и так далее. Ну, эта идея была на уровне обсуждений, долгое время затихала, там, заново всплывала, вот, и потом уже в конце 15-го года она трансформировалась в идею той дирекции, которой вот там сейчас мы ее продолжаем. В чем, собственно, суть, может быть, в чем идея? На самом деле речь идет, в первую очередь, о лагерях, которые раньше базировались на государственной собственности, на областной собственности, были самостоятельными областными и унитарными предприятиями и там существовали уже как кагуб, там, лагерь такой-то и так далее. К сожалению, и это было признано всеми, подобная ситуация привела к тому, что лагеря практически не контролировались, потому что там имущество, за имущество у нас отвечает одно министерство или департамент, за содержание отвечает другое, там, за распределение субсидий третье, и в результате получается, что общий контроль за деятельностью кагубов, он никоим образом не осуществлялся. Для того, чтобы упорядочить эту ситуацию, было принято решение объединить областные лагеря в единую структуру с единым юрлицом, которое, собственно, и будет выполнять все функции, переданные и от Министерства имущества, и от Министерства образования с точки зрения управления государственным имуществом, сохранения развития государственного имущества, разработки программ детского отдыха, оздоровления детей и подростков, развития этой системы, методическое информационное сопровождение и так далее. То есть, вот, собственно, наверное, ключевая идея, еще, наверное, одну из таких целей глобальных, наверное, надо обозначить. На самом деле, дирекция в том числе создавалась как своеобразный такой переходный механизм, позволяющий за период работы найти более оптимальную форму управляющей компании. То есть, что это будет? Будет ли это дирекция? Либо это там какие-то иные структуры там могут возникнуть, потому что мы говорим о том, что лагеря есть, лагеря, которые там на сегодняшний момент ведет сама дирекция, да, там как лагеря есть, лагеря, которые переданы в аренду, я думаю, что об этом тоже многие знают. И поэтому всегда было там интересно понять форму управления вот этими лагерями с точки зрения одного единого юрлица. Поэтому вот три ключевые цели. К сожалению, и опять же по оценке, наверное, большинства, коим и я себя относил, предыдущий период оказался не совсем удачным для старта дирекции, в первую очередь, потому что она создалась слишком поздно. То есть она создалась в апреле, и получилось, что фактически вся оздоровительная компания 2016 года проходила с одной стороны под уже брендом существующей дирекции, а по факту всю подготовительную работу, включая там продажу путевок и все остальное, лагеря делали самостоятельно. В результате появилась такая некая чехарда, в которой там желающие находили там слабые стороны ошибки и делали акцент на этом. И там конец прошлого года, осень-зима прошлого года прошли под таким брендом критики дирекции, критики смысла создания этой дирекции, что вот как бы так дирекция себя никак не проявила, а там в результате лишь каким-то образом попыталась разрушить, точнее разрушила существующую уже там практику организации детских лагерей. На самом деле с этой критикой я отчасти и в большей мере не согласен, потому что все-таки роль дирекции на предыдущую здравоохранительную компанию была минимальна. И поэтому там то, с чего в принципе с октября-ноября начинали мы делать, это попытались все-таки для начала прорисовать вообще структуру, каким образом необходимо организовать работу дирекции. То есть первое там действие, которое мы привели, это то, что все-таки мы собрали все лагеря в одном месте, а не как офисы лагерей имеются в виду, а не как это было до этого, когда хоть и находились в одном здании, но были разбросаны кто где. Это первый момент. Второй момент – это переход на единую бухгалтерию в полном объеме. И это позволило, по крайней мере, сейчас иметь данные, не только успешно закончить 2016 год с точки зрения налоговых отчислений и всего остального, но и отчитаться в том числе перед учредителями по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. Буквально месяц назад было заседание как раз балансовой комиссии министерства образования, где там итоги были признаны удовлетворительными. Ну и, соответственно, дальше. То есть мы дальше перешли на единое планирование с точки зрения работ, которые необходимо провести по лагерям. Это и подбор персонала, это и строительная работа. Мы вынуждены были, согласно законодательству, переходить на закупочную систему в рамках 44-го закона. И об этом, наверное, тоже можно долго говорить, о том, насколько он не подходит к данной тематике. То есть, собственно, с ноября прошлого года мы сейчас пытаемся выстроить некую все-таки единую структуру. К сожалению, она оказалась неприемлемой для бывших директоров. И об этом многие говорят, многие задают мне вопросы, многие тоже на эту тему пытаются различную информацию, в том числе спекуляции выдавать. Директора бывших унитарных предприятий, лагерей, то есть практически в полном составе сменились. Потому что в данном случае... Они сменились по вашей инициативе? Я бы сказал так, в основном менялись по обоюдной инициативе. То есть, когда, условно говоря, я пытаюсь нормализовать систему финансового контроля или хозяйственного контроля, и понимаю, что с точки зрения передачи информации от бывшего лагеря в дирекцию, сталкиваться с проблемами, когда этой информации либо нет, либо она каким-то умышленными образом не передается. Но сказать, что хоть кого-то я выжил или кого-то уволил, этих фактов нет. То есть мы со всеми договаривались, со всеми проговаривали ситуацию. И поэтому их уход я не связываю со своим появлением и не связываю с какими-то субъективными факторами. Это объективный фактор. То есть руководители не захотели работать в системе контроля. Ну, то есть они не приняли новую систему работы. Поэтому на сегодняшний момент состав руководителей обновился. И здесь уже я очень надеюсь, что эти люди, которые пришли, они будут уже продолжателями, с одной стороны, традициями, с другой стороны, приносителями нового. Что тоже в лагерях достаточно важно. А вот, Михаил, нам нужно сейчас с вами прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это директор дирекции загородных лагерей Михаил Курашин. Говорить мы сегодня будем в основном о предстоящей оздоровительной кампании. Сейчас небольшой перерыв. Через минутку вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в студию. Это особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Говорить мы сегодня будем о предстоящей оздоровительной кампании. И в первой части программы мы как раз обсудили создание единой дирекции. Что это дало с точки зрения эффективности. Дирекция отвечает за 8 лагерей областных, которые подчиняются правительству Кировской области. Вот, Михаил, еще один приведу аргумент ваших оппонентов. А что на содержание дирекции загородных лагерей, собственно, нужны деньги. И зачем было создавать структуру, которую еще нужно кормить, когда все эти лагеря, в принципе, и так работали на самоокупаемости. Давайте начнем с того, что там, когда, опять же, говорят о том, что там нужно кормить. Кормить никого не нужно. Мы, как и, собственно, лагеря, работаем тоже на самоокупаемость. То есть у нас нет ни копейки бюджетного финансирования, связанного с содержанием. То есть все, что мы тратим, это мы тратим как раз в средства, заработанные от коммерческой деятельности. Ну, прибыль, которую генерят лагеря. Вот. В данном случае, опять же, если мы возьмем структуру расходов, то мы не забываем, что лагеря, несмотря на то, что они отрабатывают 3 месяца, весь остальной период тоже требует затрат. Это оплата коммунальных, это содержание штата, это подготовительная работа и так далее. И поэтому там в структуре затрат дирекции было и остается основной затратой, связанной как раз вот с содержанием лагерей. Все, что говорить о каких-то дополнительных тратах, ну, могу сказать, что вместо большого количества людей, которые там работали во всех лагерях, в том числе в межсезонье, на сегодняшний момент управление дирекцией составляет 12 человек. То есть это люди, которые организуют централизованные закупки, это люди, которые организовывают ремонты, это люди, которые ведут бухгалтерский учет и люди, которые ведут кадровый учет. Поэтому там о больших каких-то расходах, связанных с содержанием дирекции, речи нет. Мы там не приобретаем дополнительных каких-то ресурсов. Вот если там кто был у нас в офисе, знает, что у нас очень много мебели, которая в принципе, ну, скажем так, бэушного плана. То есть мы не оборудуем себе дорогих офисов. Машины, которые используют дирекции исключительно для своих задач, это машины, которые не используются в межсезонный период в лагерях. То есть мы не приобретаем машины, у нас нет там дорогих иномарок. У нас там мы ездим на отечественных машинах, там, Грантах, Газелях, Вазиках и так далее. При том, что мы их приводим в соответствие. То есть мы их ремонтируем. Ну, вот не хочу ничего плохого говорить о предыдущем, но когда мы, предположим, проводим инвентаризацию и выявляем тот же автотранспорт и смотрим на его техническое состояние, становится просто грустно. Потому что эта машина, в принципе, которая еще не старая, но она находится в таком состоянии, что ее уже никто не использует. И она как бы так просто начинает тихо ржаветь. Мы забираем эту машину, мы приводим ее в состояние, мы приводим ее в соответствие, и летом мы будем передавать их обратно в лагеря. То есть я считаю, что там от этого тоже есть определенная польза. Поэтому там все, что касается расходов, связанных с дирекцией, я считаю, что они экономически обоснованы, они выдержаны с точки зрения плана финансово-хозяйственной деятельности в пропорциональных отношениях к объему затрат. Но там результат намного больше, чем может быть. Если сравнивать с самостоятельной работой, ну здесь, опять же, сейчас и комиссии проходят, и как бы так сами мы непосредственно этой весной участвовали в подготовительных мероприятиях. Я вам могу сказать, что по тем лагерям, с которыми работает дирекция, в которых работает дирекция, после того, как мы вскрыли для ремонта помещение, ну это очень грустное зрелище. А это, еще раз повторяю, не частные какие-то имущества, это государственное областное имущество. И это имущество в таком состоянии находится, что там через, если оставлять все как есть, там через пять лет мы будем говорить о том, что мы будем закрывать лагеря. А о чем конкретно вы сейчас говорите? Это что? Это жилые корпуса? Это кухня? Это весь комплекс. Это начиная от состояния жилых корпусов и заканчивая состоянием территории. Потому что территория, на которой может находиться какая-нибудь несанкционированная свалка, организована самим же лагерем, это большое количество несанкционированных и несогласованных с Министерством имущества самостроев, которые появляются и чаще всего либо обеспечивали нужды действующего руководителя, либо использовались для незаконной предпринимательской деятельности, когда предоставлялись услуги в межсезонье, то есть базу отдыха и так далее. То есть то, что там, условно говоря, проходило мимо кассы. Поэтому вот с этим всем приходится сталкиваться. Есть ли смысл, можно ли было это сохранять, ну, если совсем, как говорится, напревать на имущество, то, наверное, можно было бы. Но если, как бы так, задачи поставить несколько по-другому, о том, что и задачи, которые ставятся и в том числе там федеральной власти, что у нас ежегодно должны улучшаться и условия, и количество детей, получающих возможность отдыхать, ну, я считаю, что вот при таком раскладе это было бы нереально. Михаил, тогда вопрос логичный. Этой зимой, весной проводились ли ремонты, что ремонтировали и где? Могу сказать, что вот в настоящий момент как раз сейчас завершается стадия подготовки, в том числе и ремонтных работ. Те четыре лагеря, которые ведет непосредственно сама дирекция, они полностью проведены, все необходимые ремонты с точки зрения текущих ремонтов и косметических ремонтов, необходимых для запуска лагеря. И составляется список капитальных ремонтов на осенний период. Сразу хочу сказать, что в отличие, предположим, от предыдущих периодов, объем средств, затраченных на ремонтные работы весной, превышает в среднем в 2-3, где-то и в 5 раз, чем это было в прошлые годы. А что это за четыре лагеря, где были ремонты? Что конкретно вы ремонтировали? Расскажите. Ну, там четыре лагеря. Это лагерь Белочка в Слободском районе, это лагерь Березка в Кирово-Чепецком районе, это лагерь Мир в Юрианском районе, лагерь Солнечный в Вятскополянском районе. Что им интересно? Ну, во-первых, там полные ремонты корпусов. Это замена стен, полов, потолков, где это необходимо, крыш, где это необходимо, крылец. Переобретение, докупка нового инвентаря, кровати, матрасы, подушки. Это ремонты в клубах, ремонты в пищеблоках. Это получение, чего, кстати, в большинстве лагерей не было всей необходимой документации на использование скважин, на качество воды, на медицинские пункты. То есть вот эта вся работа, которая, в принципе, была проведена. Она, ну, вот в настоящий момент, еще раз, до 30-го числа пока есть срок все это завершить, но если выехать в любой лагерь, а, собственно, мы всегда говорим родителям, если вы сомневаетесь, в каких условиях будет жить ребенок, вы имеете право приехать в лагерь и посмотреть, походить, пощупать, понюхать, где он будет жить. То есть можно выехать, посмотреть, в каком состоянии они находятся сейчас. Скажите, вы подсчитывали каким-то образом, сколько удалось сэкономить за счет, ну, вот таких централизованных закупок? Ну, эту экономику мы будем делать в более поздний период, потому что основная часть результатов мы будем получать уже в процессе закупок по товарам и услугам, необходимым для организации лагеря. То есть, в первую очередь, это питание. То есть это основной блок. Поэтому там полный анализ, он будет представлен в конце сезона, то есть, грубо говоря, в августе месяце, мы будем готовы сказать о том, сколько мы там сэкономили или не сэкономили. Это ведь как покажет ситуация, да? То есть за счет того, что вот мы там использовали единую систему закупок. А вы можете назвать цифру, вот, бюджет дирекции на год? Бюджет дирекции на год. Ну, я вам могу по опыту прошлого, по итогам прошлого года сказать, когда выручка составила 102 миллиона, расходная часть составила 91 миллион, то есть, грубо говоря, порядка 11-12 миллионов. Это осталась прибыль, которая, опять же, нужно понимать, что это не прибыль, которая идет в карман, а это прибыль, которая используется на содержание аппарата и содержание лагерей в межсезонье, то есть, в период с сентября по май. То есть, это и выплата налогов, это и проведение осенних капитальных ремонтов, это и сохранение персонала, охрана персонала, это содержание с точки зрения пожарной безопасности лагерей. Ну и, помимо всего прочего, то есть, по итогам прошлого года, дирекция заплатила в казну Кировской области, то есть, как унитарное предприятие, обязанное отчистать часть прибыли, порядка 1,8 миллиона. То есть, это больше, чем было заявлено в плане финансово-хозяйственной деятельности. А сколько из общих расходов дирекции на содержание всех лагерей и так далее занимает именно оплата труда новых сотрудников, которые пришли работать в дирекцию? То есть, тех людей, которых раньше не было. То есть, функционирование самой дирекции. Ну, я понимаю ваш вопрос. Фраза о том, что новых сотрудников выйдет очень тяжело. Могу сказать, что с мая у нас вступило действие новое штатное расписание. Согласно этому новому штатному расписанию, численность постоянных сотрудников, имеется в виду то, что называется АУПом, она сокращается. Потому что и моя позиция заключается в том, что лучше иметь двух профессионалов и платить им более высокую зарплату, чем иметь 10 человек, и при низком компетенции и качестве. Поэтому там в каком соотношении, ну, наверное, я сейчас не готов об этом сказать. Ну, то есть, вот сколько, не знаю, там, миллионов рублей за прошедший год было потрачено на функционирование самой дирекции, и вы не можете сказать. Нет, тут, Юля, очень тяжело говорить-то, потому что, ну, вот как можно разделить, ну, грубо говоря, вот осталось 11 миллионов, да, там, как мы должны разделить? Если мы берем просто зарплату персонала, но, еще раз говорю, в штате сохранились директора, да, там, в межсезонье, кочегары по отдельным лагерям, сторожа, да, там, водители, которые там необходимы, те, кто постоянные работники, с одной стороны, они сохранились, и, соответственно, их можно отнести к категории АУПа, с другой стороны, это персонал, который, собственно, отвечает за, там, содержание лагеря в межсезонье. Если мы берем, предположим, ситуацию по, там, расходным свет, там, охрана и так далее, это чисто лагерные расходы, да, там, это не расходы, точнее, львиная доля, да, то есть, там, расходы самой дирекции на, там, свет, содержание, охрану, там, они копеечные, по сравнению с тем, как это, там, какие расходы в лагерях. Поэтому, там, ну, там, заявлю я вам, там, 5%, ну, это может оказаться, там, плюс-минус, но точно, там, не 50 и не 100%. Ну, я имела в виду именно вот новых людей, да, которые пришли работать в дирекцию, но я поняла, что, видимо, вы эти расходы для себя не выделяете. Фраза просто, нет, вопрос о том, что мы понимаем под фразой «новые люди». Ну, вот, допустим, смотрите, раньше было X лагерей, не было дирекции, то есть, ну, не было позиций директора дирекции, допустим, который получал зарплату. Ну, смотрите, хорошо, давайте так, 8 директоров, на сегодняшний момент у меня их 4. А 8 бухгалтеров, на сегодняшний момент у меня 4 бухгалтера, да, там. Если мы берем категорию заместителей, директоров, которые были раньше, на их месте у меня появился, предположим, отдел закупок и отдел продаж. То есть вы неким образом структуру оптимизировали? Мы ее привели, подстроили именно под дирекцию с точки зрения решения задач не одного лагеря, а всех лагерей. Потому что если мы говорим, предположим, про отдел продаж, который у нас является своеобразным рекламным отделом, то он работает и рекламой по всем лагерям, включая там Вятские поляны, и продажу организуют на все лагеря. То есть не нужно иметь отдельного специалиста в каждом лагере. Это один человек. И если мы говорим о закупках, опять же, не нужно иметь завхоза на постоянной основе в каждом лагере. У меня там два человека сидят на закупках, и они выполняют всю эту задачу. Хорошо, я поняла вас. Напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Во второй половине программы мы обязательно поговорим о том, что же ждет детей в этом оздоровительном сезоне, чему их научат, чем они будут заниматься в лагерях, где покупать путевки, и сколько же сейчас стоит отправить ребенка в лагерь. На рекламу уходим, через две минуты вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии Михаил Курашин, директор дирекции загородных лагерей. Михаил, давайте поговорим тогда о предстоящем оздоровительном сезоне, что ждет детей в загородных лагерях. Ну, если в целом, наверное, брать оздоровительную компанию в Кировской области, то первое, что следует отметить, в том, что в прошлом году у нас появилось несколько новых лагерей, и в этом году у нас тоже появилось несколько лагерей, это не в дирекции, а в целом загородных лагерей. В Кировской области. В Кировской области, да. То есть это, наверное, с точки зрения родителей, с точки зрения детей, хороший знак. Ну, для нас это, может быть, не столь радостное событие, потому что есть свои нюансы, связанные с финансированием со стороны государства, оздоровительной компании. И мы понимаем, что когда, грубо говоря, там участников 20, это там одни суммы, когда участников 23, это уже меньшие суммы. То есть, ну, тут там я за здоровую конкуренцию. Вот. Если говорить о лагерях и дирекции, ну, вот здесь, наверное, следует начать с того, что из тех восьми лагерей, которые находятся в дирекции, мы четыре сдали в аренду. Это была инициатива различных структур общественных профсоюзов, общественных организаций профсоюзов бизнеса о том, что они готовы взяться за организацию детского отдыха на базе, там, лишь бы им была предоставлена база. И мы предложили им эту базу на, я считаю, взаимовыгодных условиях, когда у них есть возможность зарабатывать на этой базе, сохраняя профиль, то есть сохраняя детские загородные лагеря. А мы имеем возможность, с одной стороны, привлечь их деньги в содержание материально-технической базы, а также получить аренду для того, чтобы самим уже вкладывать в материально-техническую базу лагерей, которые остались, условно говоря, в нашем ведомстве. А что это за бизнес и общественные организации, которые занимаются также отдыхом наших детей? Ну, у нас четыре лагеря. Это лагерь Орленок, там представитель бизнеса, общество с ограниченной ответственностью, которые, в принципе, участвовали и выиграли через открытый аукцион. Право аренды. Да. То есть при всем при этом, там, приятно, и там, везде об этом говорю, что, чтобы показать эту конкуренцию, цена на аренду в процессе аукциона выросла на 32%. То есть это, там, серьезный скачок, серьезная борьба. А озвучьте эту цифру. Ну, я считаю, что это, наверное, не совсем правильно будет. Да, то есть там, она является, там, не относится к вопросам организации детского отдыха. Вот. Три других лагеря. В одном лагере находится общественная организация. Это лагерь «Живая вода». Общественная организация «Патриот», которая уже второй год там существует. И она действительно вкладывается много в материально-техническую базу. Третий лагерь – это тоже общественная организация. И здесь как раз вот группа бывших директоров выступила с предложением о том, чтобы им отдали этот лагерь для того, чтобы они могли работать. Это ассоциация организаторов детского отдыха. И четвертый лагерь – это лагерь, который получил правком одного из заводов, завода «Сильмаш». Это тоже традиционная структура, которая там и в советские времена, и в последующие времена занималась организацией лагерей. Поэтому с точки зрения аренды представлены, наверное, все представители всех видов организаций, которые раньше занимались этим, этой работой. И мы очень надеемся, что все отработают хорошо. То есть, несмотря на то, что вроде как, как говорится, мы получаем аренду, и голова у нас не болит, на самом деле я и весь наш коллектив переживает за то, как там проходит. То есть мы на постоянной связи, возникают вопросы, ищем какие-то выходы из проблемных ситуаций. Буквально там в конце апреля совместно с Министерством спорта и молодежной политики на нашей базе был организован семинар, где мы приглашали все лагеря, включая арендаторов, и выступали представители надзорных и прочих структур, которые рассказывали о требованиях. То есть переживания есть. И я там, ну, видя ситуацию и серьезность, с которыми эти ребята там взялись за дело, могу сказать, что, собственно, наверное, все будет хорошо. Что касается наших лагерей, ну, могу сказать, что, во-первых, не нужно ждать какого-то прорывного действия. То есть ситуация с точки зрения материально-технической базы сильно не поменялась. Мы очень надеемся, что через год мы сможем за счет капитальных вложений где-то кого-то и удивить. Но пока, в настоящий момент, мы в большей мере приводили в соответствие и получали все необходимые документы для того, чтобы лагеря полноценно считались принятыми и полноценно обеспечивали те параметры безопасности по содержанию и нахождению детей, которые предъявляются. То есть вот, собственно, на этом наша весенняя кампания подготовительная была сосредоточена. Мы попытались привлечь в своих лагерях новых людей к разработке программ. Понятно, что есть сильные программы, от которых грех отказываться. И они там традиционно, предположим, в том же лагере «Березка», когда четвертая смена танцевальная, собираются различные танцевальные коллективы. В лагере есть специальное помещение, специальные залы для занятия танцами. Там, как они, не помню, как они правильно называются. Вот. То есть с необходимыми там зеркалами, со всеми. Вот. Там. Эта программа любимая, эта программа популярна, и, соответственно, она есть. Но, кроме этого, и разрабатывается новая программа. Буквально вот в марте месяца была достигнута договоренность в Ядских полянах между различными администрациями, военно-патриотическими клубами и так далее, о том, что четвертую смену в лагере «Солнечном» она будет специализирована, военно-патриотическая, объединяющая большое количество патриотически направленных структур. Это и общественные клубы, организации, это и патриотические клубы, и воинские части и так далее, военкоматы. То есть мы очень надеемся, что эта программа тоже понравится, и на следующий год, если все будет успешно с точки зрения принятия этой программы, она станет такой традиционной. А какие еще интересные программы? Ну, предположим, в лагере «Мир» планируется вообще изменить своеобразный концепт. Вот идея, которая сейчас отрабатывается, и она получит не только задержательную, но и визуализацию непосредственно в самом лагере, это сделать лагерь своеобразным миром, в котором показывают разные страны. То есть каждый корпус будет оформлен под конкретную страну. У нас уже достигнута договоренность с кировским представительством Министерства иностранных дел о том, что очень хочется, чтобы лагерь проходил под патернатом кировского МИД. То есть уже достигнута договоренность, что туда будут привозить тех гостей зарубежных, которые приезжают в Кировскую область, для того, чтобы они встречались с ребятами, общались с ребятами. Мы надеемся привлечь туда и языковые школы, чтобы ребята и учили. То есть вот это такое концептуальное изменение. А предполагается какое-то софинансирование, например, от правительства, либо от дирекции стоимости путевок? Ну, а все, что касается стоимости путевок, здесь на самом деле, я считаю, что дирекции есть чем погордиться. Во-первых, мы еще зимой объявили о том, что мы точно замораживаем цену на уровне 2016 года и не будем ее поднимать, что вызвало бурю негодования у ряда директоров, не кировских, не дирекций. Но в то же время все вынуждены были с этим считаться. Последующее наше движение говорило о том, что мы установили разные цены на разные путевки, чем попытались отрегулировать заполняемость смен в течение летнего сезона. На сегодняшний момент я могу сказать, что мы предлагаем вообще уникальные цены. Если, предположим, мы заявляли стоимость путевки как 18600, то на сегодняшний момент на первую смену во все свои лагеря мы предлагаем путевки по 9000. Ну, то есть вы хотите сказать, что вторая часть этой стоимости, кто ее доплатит? Никто. То есть есть субсидия 7600, а там разница в 2000, которая возникает, это мы за счет своей прибыли. Ну, субсидия от правительства, да? В рамках госпрограммы. В рамках госпрограммы. Но этой субсидии хватает на самом деле на 50% путевок. Поэтому, собственно, для нас это тоже определенные риски, что если субсидия там закончится, а мы уже заявили о цене, то, соответственно, получается, что всю эту разницу мы будем компенсировать сами. Плюс ко всему, мы пошли навстречу Министерству социального развития, которое тоже организует отдых в наших лагерях. И там встал вопрос о том, как можно было бы обеспечить доставку детей из районов области сюда. То есть мы предложили варианты, проработали и договорились о том, что районные центры соцзащиты получают свои же муниципальные школьные автобусы, за которыми мы компенсируем расходы, связанные с перевозкой этих детей. То есть это там выход, потому что перевезти группу детей, это достаточно сложно с точки зрения требований закона. Школьный же автобус там с сопровождением все это позволяет соответствовать. Вот у нас буквально с вами осталось две минуты до конца эфира. Я всегда считала, что на путевке в загородные оздоровительные лагеря такой некий дефицит в области. Вот в этом году сколько детей отдохнет? И вы чувствуете уже по себе, что путевок там не хватает на всех желающих? Давайте так. На самом деле я считаю, что у нас последние несколько лет идет ситуация снижения спроса на путевки. В первую очередь это связано с низкой платежеспособностью населения. И ситуация осложняется еще и тем, что, как я уже говорил, объем субсидированных путевок обычно не превышает 50%. В зависимости от лагеря, в зависимости от того, как они там себя позиционируют, бывает примерно 50-70%. То есть вот там эти путевки будут выкуплены все непременно. Все, что касается путевок остальных, то вот тут возникают сложности. То есть есть, конечно, там профильные смены, есть какие-то организованные группы, но они не обеспечивают полного покрытия. Поэтому, ну, может быть, я там сделаю несколько пессимистичное заявление. Я думаю, что показателей по отдыху детей будет немногим, может быть, больше, чем бы это было в прошлом году. И это не соответствует нашим желаниям и тем возможностям лагерей, которые есть. То есть мы готовы там принимать полную заполняемость. Предположим, там наши четыре лагеря, это примерно 6 тысяч детей за четыре смены. Почему мы идем по пути снижения стоимости, это вот там возможность хоть каким-то образом там привлекать родителей, которые еще сомневаются. А что, ну, вы еще привнесете в работу лагерей, ну, помимо того, что вы пытаетесь запускать новые программы? У нас достигнута договоренность с Министерством спорта и молодежной политики о том, что в этом году мы пока на своей базе, на базе своих лагерей, опробируем программу проведения мониторинга и оценки эффективности, качества менеджмента и качества содержания детских оздоровительных лагерей. То есть в настоящий момент разрабатывается методика проведения. Я имела в виду для детей. А это в первую очередь для детей. Да, то есть потому что в данном случае это будет позволять работать и методическим службам, это будет позволять работать и менеджерским службам с точки зрения повышения качества. То есть вот основная цель в этом не каким-то образом преследовать лагеря, в которых там низкое качество программ или там какие-то другие проблемы, а именно с точки зрения помогать. Поэтому вот в этом направлении мы идем. Что еще мы там готовы предлагать? Ну, опять же, на уровне проекта у нас существует. В этом году мы хотим попробовать интернет-радио на наших четырех лагерях. То есть объединить четыре лагеря, лагеря одним радио. Ну, плюс уже изъявили желание еще несколько лагерей в это поучаствовать. Это было бы, на мой взгляд, достаточно интересно, оригинально. Вот сейчас надо понять технические вопросы. Михаил, у нас, к сожалению, закончилось на этом время. Ну, что же, я думаю, что в этом году дирекция сможет проявить себя во всей красе. Очень хочется верить. Будем стараться. Наверное, мы и вернемся к вопросам эффективности, видимо, по окончанию этого сезона. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Всего доброго и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM